Когда вы приглашаете консультантов, всегда возникает вопрос, зачем на это тратить деньги. Могли бы эти деньги отдать сотрудникам, они воспринимают это как, ну, просто прожигание бюджета. А где у нас дыра? Почему у нас зарплаты низкие? Сначала я бы продал им идею, чтобы они поверили в то, что мы... Приветствую, друзья! Привет, дорогие владельцы бизнеса! У меня есть очень интересный вопрос от участника нашей годовой программы по построению системы управления. Я прям прочитаю вопрос, я не буду называть имя по понятным причинам, потому что мы будем говорить о проблемах. Я постараюсь давать ответ на проблему. Значит, такая ситуация. Значит, фирма, около 30 человек, все в этой компании, это консалтинговая компания, высокоинтеллектуальная, все с высшим образованием, и бизнес довольно старый, уже около 30 лет в компании. Компания – это программное обеспечение и услуги, связанные с расчетом заработной платы, мотивацией персонала и так далее. И большая часть сотрудников компании, больше половины – это специалисты, консультанты в системе заработной платы, бонусирования и так далее. И вот владелец задает вопрос, что до того, как начать, соответственно, наш продукт по систематизации бизнеса, Высоцкий консалтинг, начали тимбилдинг процессы в 2019 году, ну, то есть до старта на наш проект, как бы нанял двух консультантов, владелец, найден двух консультантов, чтобы они внедрили KPI. KPI – это Key Performance Indicators, это цифровые показатели эффективности работы сотрудников. И когда, собственно, владелец представлял этот консалтинговый проект, этих консультантов, сотрудники начали задавать вопросы, то есть хорошие сотрудники задали вопрос, почему мы должны зарабатывать деньги на зарплату внешних консультантов, поскольку мы лучше знаем нашу работу здесь, наши зарплаты уже низкий. Вопрос – какой конструктивный ответ на эту ситуацию, вот как на самом деле с этим справляться, как все это улаживать. Это на самом деле очень интересный вопрос. Вопрос интересен тем, что каждый раз, когда вы приглашаете консультантов, вы пройдетесь какой-то профессиональной помощью, поддержкой какого-то нанятого, неважно, это наша компания или какая-то другая, всегда возникает вопрос – зачем на это тратить деньги? Ну, особенно, когда у вас много классных специалистов в компании, высокоинтеллектуальные, такая какая-то деятельность, и, естественно, они воспринимают все эти оплаты в сторонним консультантам, они воспринимают это как, ну, просто прожигание бюджета, деньги на ветер. И очень часто такая точка зрения присутствует, почему нам это не заплатили? Нам могли заплатить эти деньги, зачем мы тратим эти деньги на каких-то внешних ребят, хотя могли бы эти деньги отдать сотрудникам, и мы бы не работали лучше. Если бы нам, знаете, вот эта идея, если бы нам лучше заплатили, если бы мне там много заплатили, я бы там, не знаю, воробья в поле загонял, ну и так далее. И мы с вами прекрасно понимаем, что эти ребята, они не способны изменить систему, да? И мы с вами понимаем, что какая-то системная перестройка нужна, новое программное обеспечение, нужно строить систему управления, нужно внедрять кипя, и там что-то еще делать. Но сотрудники это воспринимают, как будто бы мы у них что-то забираем, мы у них что-то отнимаем. Что с этим на самом деле нужно делать? Значит, смотрите, именно по этой причине в самом начале обычно наших программ по систематизации я поставил такую вещь, как идеология. Именно по этой причине. Потому что когда мы с вами внедряем, хотим увеличить эффективность работы персонала, и хотим внедрить кипя, это не работает, это никогда не получает поддержку. Когда вы хотите увеличить эффективность работы персонала и внедрить оргсхему, это немножко лучше. Потому что, как вот в данном примере, например, у ребят и так зарплата уже невысокая. Почему она у них невысокая? Не потому, что, вполне возможно, не потому, что они плохо работают. Вполне возможно, это происходит потому, что в компании упущены какие-то функции, какие-то части. Но даже это на самом деле им тяжело объяснить. То есть, почему, это, кстати, причина, почему мы внедрение любого инструмента, мы всегда начинаем с того, чтобы продать нашим сотрудникам большую причину, почему этот инструмент необходим. Большие цели. Особенно, когда компании 10, 20, 30 лет, понимаете, ее надо расшевелить. Потому что, в общем-то, хотя жизнь нелегка, но она уже удалась. Если, когда компания существует 10, 20, 30 лет, все уже такие, знаете, довольные немножко. И поэтому, если вы хотите что-либо внедрить, вам надо людям продвинуть цель намного большую, чем это внедрение. То есть, если бы я захотел, например, внедрить новые KPI для персонала, ну, предположим, я не рекомендую внедрять отдельные KPI, потому что они хорошо внедряют только после того, как мы внедрили более фундаментальные инструменты, такие, как организующая схема, которые позволяют проанализировать и понять, а где у нас дыра, почему у нас зарплаты низкие, понимаете? Потому что зарплаты не поднимаются за счет KPI. Зарплаты поднимаются за счет того, что мы повышаем прибыльность и доходность. А прибыльность и доходность обычно мы повышаем тогда, когда мы находим, что у нас является узким местом в компании. И вот с этого надо начать. Но, тем не менее, вот любые организационные изменения я бы начинал не с этого. Я бы начинал с того, чтобы объяснял людям, каковы у нас большие масштабные цели. Даже, предположим, если бы я внедрял KPI. Еще раз хочу подчеркнуть, я отдельно не стал бы это делать, но, предположим, я хотел бы внедрить. То я бы сказал ребятам, вы знаете, ребята, нам нужно расширяться. Нам нужно увеличить наш масштаб в 10 раз. Для этого нам нужно повысить эффективность. Для этого нам нужно понять, что у нас является эффективным, что является неэффективным. Бла-бла-бла. И сначала бы я им продал идею вот этого масштабного расширения. И сначала я бы продал им идею, чтобы они поверили в то, что мы должны расширяться. Наш продукт нужен. Что у нас большие цели. Что мы способны на это. То есть сначала я бы потратил время, чтобы продать им эту идею. И только потом бы я подвел их к мысли, что, ребята, ну для того, чтобы это реализовать, вот один из шагов, который нам надо сделать, надо внедрить в КПИ. Понимаете? То есть, грубо говоря, когда вы хотите что-то изменить, особенно когда речь идет об умных людях, которые думают, специалисты считают, неважно, всегда продавайте большую причину, намного большую причину, тем более это не так сложно сделать, потому что у вас есть эта большая причина. Понимаете? Вы не грешите против истины. Это так, как есть на самом деле. Поэтому если отвечать на этот вопрос, да, с этими консультантами КПИ, ошибка в следующем. Нарушена последовательность. Правильная последовательность. Вы сначала продаете большую глобальную причину, почему нам нужно расширяться, а только потом, когда ее подхватили и воодушевлены, вы показываете, что внедрение КПИ это просто шаг к этой цели. Если это могут сделать сотрудники компании, великолепно. Сделайте. Если не могут, окей, или не знаем как, давайте возьмем консультантов. Тогда игра стоит свеч. Тогда они воспринимают это как инвестицию в это большое будущее. И тогда это работает. И это то, как построены наши годовые программы. Поэтому следуйте правильной последовательности практических задач, выполняйте правильной последовательности эти задачи, и у вас все будет проходить достаточно гладко.